Раннее утро. Аэродром Домодедово. Новый лайнер готовится в путь. Чтобы вы представили масштаб этого гиганта, назову его размеры. Длина более 60 метров, высота почти 13 метров, размах крыльев 28 метров. Последние минуты перед полетом. Командир корабля отдает рапорт министру гражданской авиации Борису Павловичу Бугаеву. Товарищ министр, самолет Ту-144, экипаж к полету готовый. Командир корабля Кузнецов. Здесь у самолета советские иностранные журналисты, работники авиационной промышленности. Короткое интервью с генеральным конструктором Алексеем Андреевичем Туполевым. Начало пассажирских перевозок самолет Ту-44. Это трудовой подарок коллективов самолет-строителей, моторостроителей, прибористов, эксплуатационников. Великому празднику 60-летия Великой Октябрьской стилистической революции. Мощный разбег Иту-144 быстро набирает высоту. 11 минут полета. Преодолен звуковой барьер. А скорость все растет. И на высоте в 17 тысяч метров она достигает 2300 км в час. Это больше чем в два раза превышает скорость звука. А здесь, в самолете, уровень шума не превышает обычного при полетах надозвуковой техники. И можно, не повышая голоса, спокойно разговаривать с соседями. Наша собеседница – фрезеровщица Алматинского машиностроительного завода Надежда Ивановна Шахова. Пожалуйста, ваши впечатления о полете. Прекрасный самолет. Не ощущаешь никаких перегрузок. Спасибо за такой самолет. Все 80 пассажиров сегодняшнего рейса чувствуют себя во время полета отлично. Температура в салоне 18-20 градусов. В то время как обшивка самолета в сверхзвуковом полете нагревается до 120 градусов. Все фазы полета, работа всех систем самолета, находятся под надежным контролем автоматики, которая многократно дублируется. Чтобы управлять такой техникой, необходимо большое мастерство всего экипажа. Сегодняшний первый пассажирский рейс осуществляет экипаж во главе с командиром корабля, пилотом-инженером первого класса Борисом Кузнецовым. Два часа находился в полете Ту-144. За это время он пролетел 3278 километров. Больше половины полета на сверхзвуковой скорости. Ранее самолеты преодолевали это расстояние за 4 часа. Мягкая посадка в столице Казахстана – Алматия. Здесь состоялась теплая встреча участников полета с общественностью города. Короткая стоянка и обратный путь в Москву. Первый пассажирский рейс сверхзвукового реактивного самолета завершен. Начинается его регулярная эксплуатация на трассах аэрофлота. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok